дезертир и сайт видеогеймплей.ру представляют всем снова привет мои дорогие друзья с вами снова я дезертир и на этот раз мы продолжаем проходить murder soul suspect это четвертая вроде бы часть и давайте попробуем войти внутрь что ли перейти в квартире да мы сяще можно перейти в квартире просто хочу найти последний оставшуюся как бы сказать ну в общем вы поняли чего я там хочу найти и дайте пробовать это ты не по по моему уже об этом говорили человек так сигарета так и давайте были ну серьезно где еще одна бойлер еще один должен быть где-то здесь я живу и не могут услышать тебя я уверен да подглядываешь всегда суешь нос не в свое дело да видела и теперь ночью у нас и без того кошмаров хватает не говори об этом таким удовольствием я вообще телевизор смотрю не вы поняли так еще хочу найти попробовать где здесь был еще один бойлер и все же что это за непонятные что-то киевина такие которые мы можем видимо коснуться их а это газ я думал это возможное что-то чтобы что-то потрогал так здесь можно укрыться давайте и давайте попробуем все-таки найти вот эту грёбанную болью мама мама спаси-спаси непонятные значки вот эти они так мальчики делайте став дело неудачи эйдерин это точно приятель вспомните слава о история обрывки призрачного прошлого вызов ведения я помню как увидел в газете объявление об аренде квартир в ригал многие подумают что это грязная запущенная дыра но для меня это было место с богатой историей своей аурой для меня это был настоящий источник вдохновения не успел я опомниться как уже стал жильцом квартиры 3а оглядываясь назад и жалею что сразу не сбежал оттуда даже не распаковывая чемоданы оказалось что у моей новой квартиры аура сильнее чем я предполагал ковры почему-то были сырыми трубы ржавыми иногда было слышно как сосед снизу колотит по стенам и орет что-то во все горло конечно там были и другие незначительные неудобства но с ними вполне можно было примириться а вот с душем из которого течет ржавая вода с загадочными пятнами на ковре и несносным соседом жить было невыносимо я вызвал водопроводчика он прибыл именно тогда когда уже собирался познакомиться с соседями снизу когда я показал мокрые пятна на ковре водопроводчик почесал в затылке и сказал что никаких утечек нет видимо я что-то пролил и не заметил он что думал что я идиот я ничего не проливал водопроводчик извинился и сказал что если протечек нет он ничего не может сделать потом он занялся душем оттуда по-прежнему текла ржавая вода он предположил что проблема в бойлере и пошел его проверить я в это время решил разобраться с соседом снизу я постучал в дверь но никто не ответил там стояла полная тишина я попробовал открыть дверь в уверенности что там заперто и вдруг дверь распахнулась квартира была абсолютно пуста и тут я заметил что на полу появляются влажные следы идут прямо на меня и тут раздался пронзительный крик водопроводчика из бойлерной когда я спустился того уже и след простыл но он обнаружил почему вода такого странного цвета в старый бойлер кто-то затолкал раздутый разлагающийся труп полиция все еще расследует это убийство а домовладелец обещал отремонтировать бойлерную квартира 3а снова сдается а я навряд ли уже когда-нибудь без боязни на открою кран в ванной офигенная такая знаете за могильную за упокойная история вот собственно нам надо проникнуть в церковь что мы сейчас благополучные начнем делать и так мы сейчас спускаемся вниз не парясь и не напрягаясь вообще никаким образом не обращая внимание на кого что здесь есть то что почти все эти истории мы уже слышали и второй раз и слушать будет не так интересно поэтому просто переходим на улицу и идем к церкви и я думаю вы понимаете меня и зачем я это делаю и почему я не обращаю внимание на окружающих здесь людей нас о тут кто-то или что-то есть собрать это все из-за меня это я уговорил его стать копом по моей вине он теперь лежит мертвый на улице ай-яй-яй рекс испытывает чувство вины за то что устроил ронана в полицию я до сих пор помню тот день когда впервые увидела ронана ронан вел себя развязано классический плохой парень и мне это было по душе однако еще больше мне понравилось то что на самом деле у него доброе сердце он вырос в районе с дурной славой по жизни в суровых условиях его нет но жизнь суровых условиях его не ожесточила вот такой мы суровый парень но при этом добрый так как я помню мы не можем проходить через белые объекты можем укрываться вот в этих и церковь принципе в ту сторону ну я хочу исследовать город я пытался перепрыгнуть с этим газетная статья полиция салема до сих пор не видит связи между недавними убийствами думать удалить полиция салема до сих пор не видит связи между недавними убийствами но в городе распространяются слухи о том что это дело рук маньяка пока эти случаи объединяет только одно старой странный знак похожий на колокол подобные рисунки неоднократно находили на месте преступления никто не представляет что он может означать но возможно вы этого звонаря есть причина оставлять свой опознавательный знак эх звонарь звонарь чё ты меня напрягаешь что это такое вот круто мы необходимо еще 15 до полной картины нужен бензин видим по всему городу собирать так детство ронана похоже родители ронана люди неру равновешенные должно быть ему было очень трудно в детстве ведь тяжело чувствовать себя маргиналом обреченным жить по криминальным понятиям своей семьи а сейчас он удалить мой неограненный алмаз такая добрая душа но при этом ему хватило сил чтобы вытерпеть терпеть выходки своих родителей имея все основания для разочарования и обиды за то как его воспитали он ни разу ни в чем не упрекнул своих родителей он намного лучше чем кажется то слушайте мы прям прям очень хороший добрый очень очень прям даже так здесь я больше принципе пока ничего не вижу хотя нету это парочка так фото семьи к дуглас она бы не стала кончать жизнь самоубийством она была счастлива у нее было много друзей должно быть ее кто-то убил наверняка все больше находим а что если его не поймать он убьет всех в городе да нет не думаю не думаю что это один убийца тут работали подражать прямо подражаться на что если его не поймать он убьет всех в городе так а в парня нам видимо да нам в парня не вселиться ты какого кстати это случайно не тот чувак который девочку пугал нет так у тебя виноватый вид на работе здорово ты тут работаешь что ли было дело десять лет горбатился тут как проклятый а потом не выдержал и выстрелом разнес себе башку секреты тяжкая ноша иногда непосильная и чем-то занимался за территорией ухаживал могилы копал всем тем чем обычно занимаются смотрители как ты понимаешь я не об этом слушай ты ведь раньше был детективом ну а я скажем так был скромным смотрителем давай без лишних вопросов как знаешь я просто хотел помочь я же сказал хватит об этом ну окей хватит так хватит эмм могила так давайте посмотрим здесь какая-то девочка поссорились он меня предал клялся вечной любви а теперь женится на другой он изменял мне с ней я всегда думала что у него кто то есть это она а тебе не все равно похоже он забыл прошлое ну и ты забудь не могу пока правду не узнаю помоги я должна знать пусть самое плохое ладно займусь итак не нужно быть детективом чтобы понять сердце этой женщины разбито нужно выяснить правда ли изменял бывший парень итак он ей изменял давайте всеримся так нет убитая горем не пойму почему она покончила с собой все было замечательно а сейчас я боюсь за Сюзанну и вот что не прыгни она тогда со скалы я бы не встретил свою любовь о как все запутано хм он встретил эту девушку после смерти бывшей хм влияние смерть бывшей подруги я думаю это более правильные выводы нет? окей видите опять же влияние битой горь интересно он о ней вспоминает? может поэтому он был таким нерешительным я его не виню но ужасно что я обратила на него внимание только поэтому он был сломлен нуждался в поддержке я не думала что влюблюсь странно все вышло хм она просто хотела помочь другу и не предполагала что так выйдет поплакать жилетку похоже девушка подошла к нему только потому что он был очень одинокий и печальный смерть бывшей подруги похоже он встретил свою невесту уже после того как бывшая подруга покончила с собой ну я думаю здесь все просто они не изменяли друг другу ммм 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 оу да ладно это неправильный вариант ответа? хорошо смерть лучшей подруги да ладно вы издеваетесь то есть хорошо убитые горем а то есть здесь надо именно понял убитые горе поплакать в жилетку точнее она его увидела и только потом он теперь ее встретил все короче здесь еще надо восстанавливать четкую похоже все это сплошное недоразумение не так казалось что он не изменял себе и на самом деле и сблизило твое самоубийство знаю что она скажет но скоро станет ясно так хорошая новость он тебе не изменял но есть и плохая твоя смерть их сблизила значит значит он меня любил? похоже да какая я дура он и сейчас тебя вспоминает если от этого станет легче знай он никогда тебя не забудет легче да как жаль я должна была ему доверять может тогда и поженились бы ну что уж теперь ладно спасибо ну вот видите мы помогли еще одному духу обрести покой ну или что-то в этом духе вроде ну в общем вы поняли и мы можем проходить через машину ха 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 кстати вот здесь вот еще что-то нашел собрать причина смерти Кэт Дуглас жертва помешана на потолочном вентиляторе знак колокол указывает на то что возможно это убийство так как я уже сказал это будет такая мини серия ну как мини минут 30 по именно изучению города такому легкому и потом пойдем по миссии табличка кладбища эшленд хилд или как то так интересно что это нам дало забота о безопасности джой вот табличка кладбище стопа как мне дополнительные дела улики а почему я не могу кликнуть на нее а вот кладбище эшленд хилд было заложено в 1632 году и его площадь значительно увеличилась после двух трагических событий одно из которых и дало кладбищу имя в 1665 году иммигранты спасавшиеся от лондонской чумы поняли что сами заражены их поместили в карантин в этой части кладбища когда все они умерли их трупы сожгли а пепел похоронили ох как же жестко то с тех пор кладбище называется эшленд хилд пепельные холмы прикольная история кладбище такая так кстати то что вот здесь это иногда вот такое знаете прошло о хе-хе мы можем обнаруживать некоторые залить ой и как мне добраться до туда как мне добраться до туда так в общем ладно не знаю о чувака можно вселиться у меня такое чувство что за мной кто-то следит как он узнал а теперь еще немного табличек скукотища ребят как он узнала так ладно ммм кажется нам нужно узнать что случилось в городе ранее потому что вот видите как бы то что здесь происходит это были пожары И мне почему-то кажется, что нам надо узнать Здесь чем эти пожары случились То есть, ну, что Из-за чего все вот эти дома сгорели Почему-то мне так кажется Я не знаю, почему Прав ли я, но мне так кажется Вот Тут куча детей Призраков, которые, знаете, так уже То ли есть, то ли нет Которые мерцают Посмотримся, кстати, на всех сущий Темных вроде нету Ну, вот этих духов Ну, кстати, еще одна Газолиновая фигня Осталось 14 Еще одна газета Четвертый Федеральная беру расследование Сделала заявление по поводу убийств В городе Салем, штат Массачусетс Мы анализируем все улики ФБР окажет поддержку местным органам правопорядка Когда точно будет установлено, что действуют серийные убийцы Заявление от департамента полиции Салема К времени публикации не поступило Однако полиция неоднократно отказывалась признавать то, что в городе орудует маньяк Незачем подогревать истерию по поводу Которая может оказаться надуманным Ранее заявила представитель полиции Салема Ингрид Ларсон Такие вот Пока у нас здесь Творятся непонятки Ну, я думаю, что все это можно как-то будет выяснить Поэтому, ну, не зря же нас, скажем так, сюда поставили Так В общем-то говоря В общем-то говоря Мне интересно Что здесь еще можно сделать Окей Ну, проходить сквозь лестницу как-то мне не улыбается А вот проходить на лестницу вполне интересно Так Удалить Так И взять вот эту газетку Полиция Салема отказывается признавать связь между недавними убийствами И комментировать сопровождающие странности Если основным орудием убийства в Новой Англии Как и на остальной территории Соединенных Штатов является огнестрельное оружие То в Салеме ни одна жертва не была застрелена Может отчего-то растет количество людей сгоревших или задохнувшихся от дыма Или же во всех этих случаях подобные извращенные способы убийства Выбирает маньяк Действующий по истинным По странным Одному ему известным причинам Потихоньку узнаем о маньяке Скажем так, новые вещи В целом Там все вроде как нормально Но я все еще не вижу, как нам перебраться вон туда Я, походу А На спейс лучше не нажимать Он Вселяется в себя Ну, внутри как-то Ладно Мы идем в сторону церкви Или Селиться Послушаем Меня такое чувство, что за мной кто-то следит Где ты это уже слышал? Покину тело, а в девушку селиться я не могу Так Идем в сторону церкви И мы все еще Не можем войти ни в один дом По сути По сути говоря Потому что дома Закрыты для Нас Селиться в кошку О Мы можем управлять кошкой Можем Мяукать Слушайте, какая няшность Мяу 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 Это прикольно Слушайте, мне это нравится Я кошка Мяу Мяу Вот такая вот фигня Это реально круто Мяу 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 Так у нас хотя бы получается О, кошка еще и бегает К тому же, кстати Смотрите-ка Ладно С кошкой мы как-нибудь, я думаю, поиграем в следующий раз Да Кошка мяукает нам Определенно интересно То, что мы можем управлять кошкой Мне прям понравилось Честно понравилось Так Вот какой-то опять большой знак В принципе Здесь в большинстве своем ничего интересного Пока я не видел Ну, кроме того, что управление окошкой Это прям Прям круто Так Проходим сквозь полицейские автомобили Что, кстати, здесь лежит Ронан делает предложение Сегодня он сделал мне предложение Если честно, я не знал, что ответить Я хочу быть с ним Я люблю его Но когда он предложил мне выйти за него замуж Я словно немела А он стоял на коленях и ждал Страдая от моего молчания А потом поднялся Лишь через пять минут Я смогла ему сказать Что мне нужно подумать Неужели я все испортила? Да Неудачное предложение у него получилось Я так понимаю И так, и так, и так, и так Там еще что-то блестело Давайте поглядим там Я, как еще раз повторюсь Мы просто изучаем ощущение опасности Так Считается, что с Салем тихое место Где можно скрыться от проблем большого города Однако дошло до того Что мне по вечерам уже страшно выходить на улицу Я говорил об этом Ронану А он в ответ убеждал меня в том Что самый опасный человек в городе Это он сам Его похвальба меня не успокаивала В Салеме есть что-то мерзкое Ну, я уже Напомню вам, что я говорил Что Салема-то, в принципе, город Ведьм Поэтому Все вот так вот Так, нам нужно найти еще двенадцать Я чувствую, что вот там, по-моему, еще одна валяется А вот здесь Что-то Что-то странное Ладно, вот еще одна Уже одиннадцать Мы просто ходим Изучаем Поблизости Город О боже Что я натворил А что ты натворил? Нет, нет, нет Рик И Лора Они мертвы Из-за меня Мы просто Веселились Это вышло случайно Я ничего такого не хотел Я даже не помню, что там было Так, ну, видимо, ему лучше помочь Эй, эй, эй Успокойся Поговори со мной Как тебя зовут? О, эээ Брэд Хорошо Ну Теперь рассказывай Я не знаю Мы хотели оттянуться Поехали в город Выпили одну Потом три А потом уже Эх Не знаю, сколько Я не помню Вроде я вез Рика и Лору домой И Боже Я их убил Я ни за что себе не прощу Наверняка ты ничего не знаешь Ты же сам сказал, что не помнишь Я, пожалуй, пройдусь тут немного Может, выясню, что произошло Боже Что я наделал? Ну что, попробуем ему помочь Жуткая авария След так себе Но все-таки Эта жуткая авария Поможет мне выяснить Что произошло в ту ночь Изучить Виски Разбитая бутылка виски Любимая марка Бреда Плохой знак Ага О Изучить Чек с заправки Немного, но уже кое-что Чек за бензин СОС Выдан В тот день Когда произошел Тот несчастный Случай Вероятность успеха Мала, но проверить Не мешает Заправка недалеко Надо наведаться Так Я чувствую Что мы можем еще что-то здесь сделать Ага Номерной знак Тачка Бреда Видок паршивый Номер машины Сделанный по заказу владельца Очевидно, что машина принадлежит Бреду Ну, собственно Ну, собственно Саму машину мы Как я понимаю Не можем осмотреть Да Саму машину мы осмотреть не можем Ну, а больше здесь вроде бы Ничего и Нечего осматривать Так Кстати, вот здесь можно Обнаружить еще Газ Окей Ам Стоп Что? Не, ну это не имеет отношения Это вообще другого Века времени И прочего А табличка Склад оружия На этом месте находится Склад оружия 26 февраля 1775 года Английские солдаты попытались Его захватить Однако Храбрые жители города Помешали им Подняв разводные мосты Тем самым Горожане лишили британцев Партии оружия Перед началом войны Которая разразилась Всего несколько месяцев Спустя А так мы немножко узнаем О Салеме Что не может не радовать То, что Салем Место интересное И давайте Все таки Навестим заправку Надо бы Надо бы узнать Где она Кстати Как мне Дополнительные дела Дополнительные дела Ага Вот карты здесь Конечно нету Чек заправки Где заправка На самом деле То есть Должна быть где-то рядом По его словам Но я честно говоря Не видел здесь заправку То есть Вообще Табличка Дом правосудия Этот дом Также известный Как дом правосудия Принадлежал Судье Джону Готорну 1641-1717 Который иногда Проводил заседание В своей гостиной Обвиняемых Держали в подвале Как и было Заведено В те времена Его репутация Навсегда запятнана Из-за той роли Которую он сыграл В ходе судебных процессов Над ведьмами 1692 года Вот так вот Туда я не пойду Почему? Потому что там написано Опасно? Ой Да не смеши меня Ладно На самом деле Я думаю Что для этой серии В принципе Хватит Всем спасибо Наверное за просмотр Ребятки С вами был Как всегда Дезертир Всем удачи И пока Пока